Я уезжаю в Шкарлу. Я уже, наверное, в классе 10-м, я не задумывалась, на кем останусь я в школе или нет. После школы я твердо знала, что я поступлю в высшие учебные заведения и уеду из Камбельянска. Потому что, ну, откровенно говоря, на тот момент здесь делать было вообще нечего. Жизнь повернулась так, что я осталась в Ишкарле, и я приезжаю сюда набегами. Я очень сильно люблю этот город, несмотря на все его недостатки. Чаще всего мне нравится в городе в нижней части. То есть все эти исторические домики, все эти памятники, усадьбы. Кажется, домик готова обнять. Они все шикарные, и мне очень жалко, что сейчас они разваливаются. Я люблю тот район, в котором я родилась и в котором я прожила 16 лет. Это район Куба, хотя он такой не очень, и люди его не очень некоторые любят, потому что это абсолютный медвежий угол в понимании некоторых людей и некоторых чиновников нашего города. Но он прекрасен, ну, потому что там прошло мое детство. Мне кажется, если у кого-то было прекрасное безоблачное детство где-то, то он всегда туда тянется, в это место для него оно прекрасное и навеяно какими-то теплыми воспоминаниями. У меня в порту работал папа, я у него была несколько раз на работе. Очень тут вид красивый, с порта открывается на гору, видно две церкви, очень мне нравилось. Он здесь работал, в этом порту. В этом же порту он погиб, к сожалению. Ну, вообще, порт это такое место, мне кажется, очень значимое для города. Жалко, что все это пропадает, конечно, что порт банкротит и никому он не нужен. Такая большая часть истории нашего города, к сожалению, в очередной раз пропадает. Вы видели Волгу вообще? Мимо, это же так классно! Она такая огромная и такая синяя. Мне сказали, что люди, которые выросли на Волге, они какие-то более свободолюбивые, чем люди, которые выросли на Ишкарлинских болотах, более вольные, что ли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова